Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 февраля 2018 года, пятница. По одному из старинных, 13-й день, месяца в юг и стужи, 7526-го улета с седмица. Сила славян в единстве. Такова тема сегодняшнего нашего эфира и сказитель Андрей Родионов. Здравия тебе, Андрей. Добрый вечер. Всех приветствую, слушателей. Всех благ. Давай для начала ты о себе расскажешь, чтобы наши радиослушатели с тобой и зрители канала YouTube с тобой познакомились. Немного о себе, буквально что-то считаешь нужным, донести. Пожалуйста. Для начала хочу всех поздравить с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Сегодня такая вот славная дата и, я думаю, это не случайное совпадение. Не совпадение совсем то, что сегодня эфир так совпал. Значит, кратко про себя что могу сказать? Родился я в Севастополе, вырос в Севастополе, учился здесь. На данный момент мне 31 год полный. Являюсь руководителем и создателем международного общественно-политического движения «Славянское объединение и возрождение». Организация наша, движение наше существует уже до июре около шести лет, а де-факто более десяти. Значит, на данный момент у нас во многих городах России и, прежде всего, в Санкт-Петербурге, Москве, Крыму и Севастополе есть наше отделение. Отделение наше есть в Македонии, Сербии, Белоруссии, Новороссии, ЛНР, ДНР, значит, в Польше. Организация «За друга» братская тоже к нам присоединилась, вместе с нами сотрудничает. Ну и в других славянских странах тоже есть у нас наше представительство, наши сторонники. Значит, движение наше выступает за объединение всех славян вокруг России, вокруг русского народа, за возрождение культурных традиций, значит, исконных наших родных традиций, культуры нашей родной. Ну и политически, конечно, мы выступаем за социально справедливое общество без олигархов. Ну это так, кратко, вот, собственно говоря, основные цели нашего движения. Действуем мы под флагом Соколом, Сокол Рюрика. Вот, фактически, мы считаем себя продолжателями дела Рюрика. Рюрика Ророга, именно славянина, а никакого не Нормана, все это глупости. Вот, Рюрик – это наш славянский князь. И вот мы фактически продолжаем его дело по объединению славянских земель, славянских народов вокруг Руси, Руси Великой, Руси Единой и Неделимой. Для нас Русь – это и Украина, и Россия, и Белоруссия – это все Русь Великая, Единая Русь. Вот наша задача объединить Русь, сплотить, и все славянские народы объединить, ну и не только славянские, другие братские, которые захотят к нам присоединиться, объединить вокруг Руси на тех принципах, основы исконной нашей, как я уже сказал, традиции родной. Ну и вот тем самым, объединившись, построить то самое такое социально справедливое общество, о котором мы все говорим, опираясь на опыт наших предков. А само наше движение, значит, оно строится, что характерно, не по принципу пирамиды, как все остальные многие движения, а по принципу круга. То есть мы выступаем за то, чтобы было как можно больше лидеров, то есть чтобы организация была более устойчива, мы создаем такую структуру, при которой каждый лидер фактически может проявить себя, в то же время он фактически является в большей безопасности, так как лидеров много. И в то же время, значит, идет взаимопомощь, взаимодополнение, и тем самым организация в целом является более устойчивой. То есть это именно наш такой славянский принцип, принцип круга, принцип вече, на основе копного права, то есть то, о чем все говорят, мы фактически реализуем. Ну, конечно, с поправками на современный мир, на 21 век, на те реалии и жесткую конкуренцию, которая нынче есть. Мы реалисты, живем в реальном мире, поэтому, как говорится, одно дело стремиться к совершенству, это правильно и нужно, но другое дело не забывать о реальных трудностях и реальной ситуации, которая вот сейчас сложилась и в России, и вообще в мире. Ну, вот так вот кратко я представился, я надеюсь, а дальше уже по ходу дела задавайте вопросы, и я с удовольствием буду вам отвечать. Постараюсь максимально подробно и развернуто. Ну, здесь у нас не интервью, чтобы тебе вопросы прям так задавать, это наша беседа, разговор. Давай будем разбираться теперь уже с самой темой. Основы понятны. Теперь давай будем думать, каким образом Андрей Родионов, как один из организаторов и один из руководителей, представитель, в данном случае, этого славянского объединения, собирается собирать славян для того, чтобы мы все были в единстве, и из этого была наша сила. Какими путями, способами предлагаешь нам, всем славянам, собираться? Ну, во-первых, начнем с того, что сейчас 21 век, и надо обратить особое внимание на такое современное оружие, как интернет. Оно, безусловно, дает возможности, конечно, это как палка о двух концах. С одной стороны, через интернет идет вред, но с другой стороны, если правильно его использовать, как, например, мы это делаем, то, конечно же, можно и достичь определенных положительных результатов в нашем деле. Поэтому 21 век позволяет сейчас, не выходя из дома, иметь контакт с разными странами. Это надо учитывать, это надо использовать. Но, конечно же, не стоит зацикливаться на виртуальном мире. Это абсолютно неправильно, я считаю. Сейчас, к сожалению, вот такая прям беда. Все стремятся создать какие-то группы, какие-то, мы вот с тобой, Алексей, уже даже об этом поговорили как-то раз, что слишком много групп, и все эти группы фактически размещают одно и то же. В этих группах состоят во многом, во многом одни и те же люди. И ничего, к сожалению, более как делать перепосты друг у друга, ничем не занимаются. Ну и фактически, получается, те небольшие организации, которые используют интернет как средство информации, и реально что-то делают в этом мире, они, получается, не видны на этом общем фоне, и людям очень тяжело отыскать, где же действительно какие-то стоящие организации, а где просто какие-то габарильные очередные. И поэтому, конечно же, не надо зацикливаться и только уделять внимание одному лишь интернету. Надо, безусловно, на местах по принципу местного самоопределения, самоорганизации создавать какие-то общины, создавать какие-то структуры в рамках закона, разумеется, использовать, как говорится, все возможные способы доступные и бороться за те цели, за те задачи, за тот лучший мир, о котором мы думаем и говорим, и который мы строим. Поэтому единственное, что я хочу сказать, что сейчас, вот сейчас, на данный момент, я считаю, пришло время уже к объединению разрозненных организаций. И более, скажем так, маленькие какие-то организации, они должны присоединяться, сотрудничать с более крупными. А более крупные, в свою очередь, сотрудничать с еще более крупными. Так, чтобы фактически была у всех единая связь. То есть, чтобы получалось, что, с одной стороны, разные организации вроде бы есть, но при этом эти все организации объединены на основе общей идеи. Вот у нас, например, в организации такой принцип, вот три основных таких фундаментальных принципа. Значит, бюрократия, она не столь важна, это, как говорится, формальность. Важно это что? Это вот идея, то, о чем мы говорим. Люди, готовые бороться за эту идею. Вот мы, в частности, да, то есть, вот такие люди, как мы, которые действительно готовы бороться за эту идею. И третье, это символы, наши родные символы, которые близки нам, которые нас объединяют, которые нам доступны, понятны, которые представляют какие-то объединения, быть может, популярные, известные, либо, как говорится, просто наши исконные родные, которые всем доступны. Там с Калавратом, например, еще какие-то, вот с нашим соколом Рюрика. Ну, разные флаги. И, то есть, фактически, получаются те символы, под которыми люди будут объединяться для борьбы за эти идеи. То есть, вот три основные идеи. Идеи, три основные, как бы, фундаментальные такие истины. Это идея, люди и символы, под которыми люди борются за свои идеи. Вот. Все остальное – это вторично. Поэтому надо объединяться, надо смотреть, с кем можно взаимодействовать, укрепляться. И вот на данный момент наше движение, мы фактически публично и во всеуслышание везде заявляем, что мы готовы там, где у нас есть какие-то наши отделения или площадки, мы готовы выступить, если это надо. Либо, как говорится, площадкой для объединения с другими какими-то родственными организациями, либо с отдельными единомышленниками. Либо, в свою очередь, готовы присоединиться к каким-то уже готовым площадкам, если таковые есть. То есть, для того, чтобы вместе сотрудничать и вместе работать. Вот. Поэтому вот это главное. И сейчас очень важно обращать внимание на то, что надо искать то, что нас всех объединяет, а не разъединяет. И вот те люди отдельные, либо какие-либо организации, которые, ну так скажем, очень любят поливать других грязью или как-то интриги вести, еще чего-то, или, например, не склонны к объединению, оттянут одеяло только на себя. Вот эти люди по глупости своей или, может быть, целенаправленно, но они вредят. И фактически являются, ну, скажем так, либо дураками, либо провокаторами, которые по глупости, либо специально, ну, в общем-то, тормозят процесс объединения славян. Поэтому сейчас, в общем-то, вот все те, кто настроен на объединение, должны действительно и через интернет, и на деле объединяться для взаимопомощи и взаимодополнения. Вот. А те, кто не хотят, тут, значит, надо обратить внимание, что, вероятно, какие-то у людей свои умыслы, раз они не хотят работать в общем русле. Вот такое наше мнение. Понятно. Теперь давай будем уже более подробно разбираться. Когда встречаешься с человеком, который вот высказал желание пообщаться, войти в единение вот это славянское объединение, что-то делать, с чего начинается разговор? То есть, как ты понимаешь, перед тобой единомышленник или засланный казачок? Или человек, который просто по дурости лезет, куда ничего не понимает, и он больше навредит? Ну, жизнь, как говорится, прожить не поле перейти. Вот. Мы, если говорить конкретно за нас, не институт благородных девиц, поэтому люди разные приходят, разумеется. А по поводу, как определить, ну, как на Руси всегда определяли, я думаю, так и все должны определять по поступкам. Если человек действительно делает все во благо, при этом вызывает даже, может быть, какие-то сомнения, ну, наверное, этот человек полезен или хотя бы частично полезен, значит, надо присмотреться. А если человек, ну, не работает во благо, если человек, как говорится, не готов работать в команде, либо, может быть, какой интриган, ну, это сразу видно. И, в общем-то, с такими людьми, ну, наверное, нет смысла иметь дело. Вот. Хотя есть люди, которые пытаются со всеми объединиться, так вот навязчиво говоря, да нет, вот надо всех собрать. Вот. Я считаю, что надо собрать всех только тех, кто хочет собраться, и всех тех, кто единомышленники. А не лишь бы собрать прям всех. Почему? Потому что собрать прям абсолютно всех, ну, так никогда не будет и невозможно. Люди разные точки зрения, разные взгляды. Вот. Поэтому надо озвучивать идеи и собирать, прежде всего, активистов, единомышленников, тех, которые близки по духу, которые готовы трудиться во благо вместе со всеми. Вот. Ну, а те, которые не готовы, ну, что ж, значит, не готовы. Вот. Ну, еще раз говорю, только поступками. Это, пожалуй, единственное, что может позволить определить, с каким умством человек пришел и чего он хочет. Хорошо. Очень много тех, которые, как говорится, больше говорят, но мало дел, к сожалению. У нас вообще сейчас, недаром же все шутят и говорят, что вот куда ни ткни, кругом диванные войны. Ну, действительно, вот такая вот трагедия. С одной стороны. А с другой стороны, я, в принципе, особо не настроен это все драматизировать. Почему? Потому что, я считаю, сейчас просто время такое, и народ без особой необходимости не готов где-то там реально в чем-то участвовать. Ему достаточно в интернете что-то почитать, посмотреть, чем пойти куда-то на какой-то митинг, на какой-то круглый стол. Вот. То есть, люди могут поддерживать, разделять идеи, но ввиду своей занятости или еще чего, просто пользоваться интернетом и смотреть, черпать информацию через интернет. Вот. А есть активисты, которых всегда, во все времена было мало, лидеры настоящие, которые, собственно говоря, и идут за собой и создают все эти информационные поводы, создают различные мероприятия, акции проводят. Вот. Ну, то есть, фактически, вот, нужны люди, которые, ну, так скажем, поднимут флаг. То есть, флаг – это место сбора. Вот. Если, говорит, за нас, да, то вот есть отделение, есть люди, лидеры, которые, скажем так, подняли этот флаг и говорят, вот мы есть, пожалуйста, кто хочет с нами работать, присоединяйтесь, мы готовы. Соответственно, также, если мы видим, где-то какие-то другие родственные организации чем-то занимаются, нам что-то предлагают где-то работать вместе, либо, например, мы им сами можем предложить, если видим, что это люди адекватные, вот, то, конечно, надо объединяться, и мы объединяемся, вот такой процесс идет. То, что касаемо частности, ясно. Теперь давай рассмотрим вариант, как объединяться, на каких основах, по каким принципам с другими уже готовыми структурами или создающимися структурами объединениями, к примеру, вот ты вышел на кого-то, предлагаешь, давайте объединяться, там на тебя смотрят, а кто ты такой, а у нас и так вот хорошо, или там наоборот, тебе пришли, вот, что предлагаешь, как будем объединяться, как ты обычно проводишь, ну, скажем так, собеседование с такими предполагаемыми попутчиками для начала. Алексей, ну, я уже сказал, что, во-первых, не я лично провожу, организация на данный момент, еще раз повторяю, уже де-факто международная, и у нас есть активисты, лидеры на местах во многих городах, в разных странах, которые, соответственно, сами на местах решают, кого принять, а кого нет. Вот, сами выбирают, сами смотрят, сами общаются, исходя из наших принципов, идей, еще раз повторяю, вот, чтобы не противоречило идее, и чтобы все было в рамках закона, ну, и, в общем-то, чтобы цели, наши принципы совпадали. Вот, и люди сами решают, кого брать, и с кем сотрудничать, либо не сотрудничать. Вот, ну, а если лично, как бы, за себя ответить, то у меня такой же подход, и, опять-таки, я же говорю, не стоит задача, там, всех переубедить, или, там, как бы, зазывать, через не хочу. Я считаю так, каждому человеку надо сказать, вот, один раз, один раз донести человеку информацию. Если человек, значит, искал это, если он готов к этому, то он, услышав, сразу же скажет, да, я готов, либо, там, может, подумает какой-то небольшой период времени, и сразу скажет, да, я готов, это то, что мне нужно. Если же человек не готов, можно вот 10 лет, ему каждый день что-то там говорит, спорить с ним, переубеждать, но даже через 10 лет, нет гарантии того, что он действительно станет тем, кто вам нужен, и с кем можно действительно что-то сделать конструктивно и полезно. Поэтому я всегда говорю так, не надо тратить время и за кем-то там бегать и уговаривать. Один раз мы предлагаем человеку, либо, как говорится, где-то мы это публиковали, вот, и дальше мы уже, конечно, смотрим. Если человеку интересно, интересно, если нет, нет. Потому что за то время, пока тратишь время на одного человека, которому это не надо, который не созрел еще для каких-то действий, для каких-то изменений в своей жизни, в обществе, то за это время проще, как говорится, сеять и находить среди нашего общества тех людей, которые уже созрели, но они не видят, куда обратиться, с кем объединиться. То есть, разобщенность есть. Опять-таки, например, радио, которое ты создал, это один из положительных моментов. Почему? Потому что одна из главных проблем, в частности, нашего движения, это информационная блокада. То есть, вот люди могут рядом жить и не знать о том, что вот есть такое движение, есть такая организация, есть такие отделения, такие идеи. Вот почему? Потому что, ну, просто не знают. Санта-Барбара известна всем. Известны всем какие-то мыльные оперы. А вот это по телевизору не показывают, поэтому и не знают. Поэтому надо больше об этом говорить, рассказывать, чтобы люди понимали, куда обратиться, где что посмотреть. И, соответственно, тогда уже те, кто захотят, с теми уже работать. Все элементарно просто. Я почему все время к тебе обращаюсь с вопросами? Потому что ты присутствуешь, и ты представитель. Поэтому уж будь готов, что я буду обращаться к тебе. Но в этом случае я имею в виду, что я обращаюсь через тебя ко всем соратникам. Поэтому я буду твое имя все равно называть в любом случае. Не, хорошо, Алексей, нет проблем. Я просто, ну, отвечаю, ты спрашиваешь, я отвечаю. Хорошо. Теперь давай рассмотрим. Такая ситуация возникает часто. Вроде бы пришли, поговорили, объединение не происходит. Что разъединяет славян? Какие догмы, какие установки, программы, взаимодействия или разделения? Что нам мешает объединиться? Что мешает объединиться? Хороший очень вопрос. Я думаю, что мешает объединиться, ну, наверное, пожалуй, я бы сказал так, мешают объединиться. Вот, это, наверное, будет правильнее, а не мешает. А если говорить мешает, ну, мешает, наверное, глупость отдельных людей, вот, но это не суть важно. Важно то, что мешают, создают всячески вот различные точки зрения для того, чтобы люди не объединились. Ну, вот, например, как пример, вот, у нас организация, сразу хочу сказать, нерелигиозная. То есть, у нас в организации есть конкретный уклон на возрождение родных традиций, родноверия, так условно назовем, ну, назовите как угодно, язычество, родноверие, ведическая культура. А, в принципе, в принципе, у нас есть и атеисты, и есть, в общем-то, христиане. То есть, мы людей, наших братьев, не делим по религиозному принципу, мы стараемся, наоборот, всех славян объединить и объяснить людям, что наша, так скажем, история, наша культура, наша традиция нравится или не нравится, но это наше. И к ней надо, соответственно, относиться и все плохое оставить в прошлом, а хорошее использовать во благо сейчас. Вот. То есть, стараемся именно, как говорится, людям объяснить, что задачу надо решать сейчас, не спорить о том, что не имеет значения. У нас люди очень любят спорить и выяснять то, что было давно и о чем можно спокойно поговорить за чашкой чая, но абсолютно это не имеет уже сейчас какого-то такого мега-большого значения. То есть, и получается, из-за этого люди уже начинают ругаться и расходятся во мнениях и перестают как бы конструктивно где-то работать. Так вот, я хочу сказать, что огромное количество создано разных там волхвов, мудрецов и кого там только нет, всяких разных лидеров, деятелей. И беда в том, что вместо того, чтобы смотреть в суть вопроса и, еще раз повторяю, стремиться, значит, сейчас что-то наладить и изменить в общественно-политической нашей жизни, чтобы создать те социальные благополучные условия, при которых люди бы могли не только о хлебе насущном думать, но и, прежде всего, начать книжки читать. А тогда уже начав читать книжки, соответственно, и развиваться далее. Нет, они будут вот достигнут какого-то уровня, спорить между собой до хрепоты, значит, как правильно, там, примеру, примеру, хороводы, слева направо или справа налево. Хотя сейчас я считаю, любые, вот на моем мнении лично, и вот у нас в движении такая позиция, любые организации, любые люди, которые сейчас выступают и как-то продвигают возрождение, пробуждение наших дохристианских традиций, забытых, оплеванных, незаслуженно измазанных, да, то есть оскверненных, это наша истинная, исконная культура. И мы, конечно же, все, что способствует вот этому пробуждению, даже если там какие-то есть ошибки, еще чего-то, в любом случае, я считаю, это нам во благо. И мы не должны это осуждать или там спорить или еще чего. Другое дело, что уже между собой, пожалуйста, можно объединяться, можно общаться, можно вырабатывать какую-то общую концепцию, но это, я думаю, все придет со временем. Сейчас важно, еще раз говорю, массово пробудить народ, создать критическую массу людей, которые бы поняли, что за их плечами, что они, значит, дети своих предков, что на них ответственность лежит перед своим родом, а не просто так, какие-то существа, которые только едят, спят, и еще чем-нибудь там занимаются, и все. То есть, вот когда люди осознают это, что они, суть боги, предки их, это наши боги, и когда люди поймут, что они в этот мир пришли не для того, чтобы, там, говорится, поесть, поплодиться и все, а для того, чтобы оставить после себя не только личное потомство, но и еще как бы создать вокруг себя жизнь, лучше ее сделать, чтобы будущим поколениям жилось лучше, тогда, наверное, люди, когда будут в корень зреть, когда начнут понимать вот эти основные, ну, как бы истины, и перестанут обращать внимание на какие-то, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, второстепенные вещи, которые сейчас абсолютно ничего не решают, но какая разница сейчас вот спорить до хрипоты о чем-либо, если фактически, так скажем, все в целом движение находится, ну, далеко не в самой выигрышной позиции. Сейчас надо объединяться, вместе идти вперед, и вот наше движение, как раз таки хочу сказать, мы выступаем за то, что вот мы предлагаем, как общественно-политическое движение, мы выступаем как площадка для того, чтобы защищать интересы всех близких под духу братьев-славян, и, конечно же, еще раз подчеркиваю, прежде всего, в частности, отстаивать и наши родные традиции, дохристианские. Конечно же, потому что многие спрашивают, а почему именно вы делаете на это уклон? Ну, потому что я всегда говорю так, если мы хотим докопаться до истины, то надо брать первоисточник, а первоисточник, это как раз таки и есть то, что уходит в глубину веков нашей истории, нашей корни. Вот и все. Поэтому мешает объединиться, я считаю, глупость отдельных людей, отвечая на вопрос конкретно, и, значит, целенаправленно, значит, создают разную раздробленность, отдельные, заинтересованные там структуры, люди, чтобы не позволить объединиться, чтобы и далее стравливать, разъединять и стравливать, вот и все, то есть все очевидно. Поэтому я еще раз говорю, надо вот внимательно смотреть, те, кто готовы, даже несмотря на разногласия, находить какой-то компромисс и работать вместе, ну, те люди, наверное, настроены действительно на возрождение и объединение славянского народа, а те, которые распространяют слухи, те, которые, значит, считают, что вот они одни все знают, а все вокруг, там, скажем так, меньше знают или хуже знают или еще чего, даже, может, оно так и есть, но бить себя в грудь и кричать об этом абсолютно необязательно. В конце концов, я считаю, еще раз говорю, что лучший показатель это поступки, и на Руси всегда определяли по поступкам, поэтому, вот, если, как говорится, мы что-то делаем, то, соответственно, мы за то, что делаем, можем отчитаться, и люди видят, мы сделали то-то, то-то, то-то. Ну и, соответственно, каждый, посмотрев на это, он делает вывод, кто более, значит, лучше преуспел, например, в этом направлении, кто больше преуспел, там, в этом направлении, и, соответственно, те люди, которые путем естественности, здоровой конкуренции, где-то в чем-то преуспевают, то и нормально, люди другие должны им помогать, поддерживать, а те, кто преуспел в чем-то, должны, соответственно, подтягивать своих братьев, те, Те, кто где-то поотстал помогать. Нормальное, здоровое, такое вот родовое национальное объединение и взаимовыручка. Ну, как-то так. Исходя из того, что ты сказал, я понял, что на сегодняшний момент все наши проблемы идут из-за того, что люди не знают, кто они, откуда они и как себя вести. То есть у нас прослеживается явный провал в информационном направлении. Ну, в общем-то, так, если стратегически сказать, то да. Почему? Вот я, например, тебе скажу так. Вот смотри. Вот очень модным является, скажем так, националистическое движение нынче. Ну, я сам себя называю русским национал-патриотом. Но дело в том, что большинство людей, которые говорят о каком-либо вообще национализме, зачастую просто смешно. Вот смотрите, они говорят о национализме, при этом у них нет ничего своего родного. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Вот настоящим, так скажем, если на то пошло, вот выразимся этим термином, хотя я не очень люблю эти иностранные термины, мне больше кажется, что надо выражаться своим языком. Народничество, защита интересов русского народа, славянского народа. Я думаю, что у нас есть свой язык, и надо стараться все-таки больше употреблять наши слова. Хотя, конечно, некоторые термины, они все-таки тоже, ну, можно их использовать, важны. Поэтому вот смотри, значит, вот, например, возьмем термин, там, понятие национализм. Любовь к своему народу, любовь к своей земле, там, патриотизм. Что это? Вот родноверие, ведическая культура родная, это и есть истинный национализм, истинный, значит, патриотизм в лучшем смысле этого слова. Почему? Я объясню. Вот говорят, национализм, да. Но при этом у людей, вот давайте разберемся, имена какие? Преимущественно греческие, еврейские и еще черт знает какие. Праздники празднуют, но абсолютно не имеющие отношения ни к какой нашей традиционной культуре. Абсолютно вот большинство, особенно в советское время, напридумывали кучу праздников, которые либо имеют привязку к абсолютно, значит, не то что патриотическим, каким-то даже, ну, враждебным, там, предательским датам и событиям, как 23 февраля, например, или вообще просто от балды вот придумывают, вот любую дату назначают, все, будем праздновать этот, там, какой-то праздник вот в этот день. То есть никакой привязки абсолютно нет к нашему национальному, к нашему традиционному. Вот. Опять-таки, посмотрим, значит, дальше. В религии, если разобраться. Я не хочу обидеть никого, я отлично понимаю, что у нас в России, на Руси, было, ну, скажем так, официально три периода истории. Был дохристианский, был христианский и был атеистический, коммунистический Советский Союз. Вот я считаю, что при всех этих периодах были свои плюсы, свои минусы. Вот, например, в частности, при, например, том же христианстве, я, ну, как бы считаю, что свои были плюсы, свои были победы, но были свои минусы, безусловно. Так же, как и при Советском Союзе. Были свои плюсы, были свои минусы. Так вот, я еще раз говорю, нам надо сейчас не ругаться или делиться, что было лучше, что было хуже. Везде было что-то хорошее, что-то плохое. Надо это хорошее использовать, а плохое оставим уже, как говорится, в прошлом. Будем об этом помнить, сделаем выводы правильные, но, как говорится, не будем это вот все тянуть опять сейчас. Надо идти вперед обновленными, в ногу со временем. И если мы посмотрим вглубь веков, то получается самой забытой и самой оплеванной, абсолютно, ну скажем так, незаконно и неоправданно и предательски является наша родная дохристианская культура. И ведь мы уже сейчас отлично знаем, что никакие славяне были не варвары. Все это чушь, конечно, абсолютная. И славяне действительно это был великий народ, русичий был великий народ, великая империя русов. И да, можно спорить там в каких-то нюансах, было, не было, но в любом случае фактом является то, что официальная история в большинстве своих фактов, она уже, ну, там клейма негде ставить, абсолютно не имеет ничего общего с действительностью. Но, тем не менее, ее по-прежнему держат, потому что вот так выгодно, вот так вот когда-то написали, и так кому-то выгодно. Ну, не нам, конечно. Так вот, я к чему веду, что нам надо возвращать, возвращать память и культуру свою, родную. Вот когда у нас будут свои имена, мы будем использовать, когда мы будем наши славянские праздники праздновать, когда мы будем детей наших, я не говорю, что мы, это там я и ты, либо такие, как мы, такие, как мы, может быть, уже к этому пришли, но таких, как мы, к сожалению, пока не большинство. А нам надо весь народ пробуждать. И вот когда мы весь народ пробудим, когда народ начнет понимать, что это не просто какая-то организация, там, Андрея Родионова или там Алексея Орлова, какое-то радио, значит, которое можно послушать, где-то поучаствовать, как вроде бы какое-то там хобби. А когда люди поймут, что это суть жизни, когда они настолько пропитаются всем этим, что для них это станет жизнью, вот как они сейчас живут, то также это будет для них абсолютно естественным. Вот этот образ жизни в традиции, в гармонии, в памяти к предкам, к осознанию, как говорится, всех плюсов и минусов своей истории, но когда они, сделав правильный вывод и правильный выбор, они поймут, что действительно истинная национально-патриотическая, национальная идея, там, истинный какой-то национализм, это и есть родная славянская культура, это и есть наша ведическая традиция. То есть именно наши имена, наши праздники, наши боги и вот все наше, когда мы это наше вернем, тогда, соответственно, у нас и жизнь станет лучше. А так получается в свое время, как говорится, где-то проявили слабину, где-то проиграли, дали на поругание нашу культуру, дали на поругание наших богов. Да, конечно, сейчас мы постепенно-постепенно возвращаемся к этому, как говорится, бывают истории у каждого народа, когда тяжело, но надо уметь подняться, вот сейчас мы, мы, и до нас многие хранили вот эту традицию, а сейчас мы ее активно возрождаем. Так вот, вместо того, чтобы многие, да, но я думаю, что у нас здесь на радио, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, к сожалению, что все люди, которые слушают, наверное, в основном наши идеи разделяют. Было бы хорошо, чтобы, если наши идеи еще и послушали люди, которые далеки от этого, вот что нужно делать, чтобы люди задумались о том, что они живут совершенно не так, как нужно жить. А когда мы вернемся к нашему национальному, традиционному, нашему исконному славянскому, то, соответственно, конечно, когда у нас будут курганы наших предков охраняться, когда будут дубовые рощи наших богов и наших предков, когда это будет все действительно, почему-то в еврейского какого-то юношу, который ходил по воде, у нас верят и нормально. Ну, я не против, ну, верят, ну и верят, пожалуйста, я не хочу, как говорится, никого там оскорбить, пожалуйста, есть официальная религия, люди ходят, им нравится, часть нашей истории, ну, хорошо, но когда начинаешь говорить о Перуне или каких-нибудь других богах, сразу возникает куча шуток. Да, это же сказка и прочее, но я хочу сказать так, я лучше буду верить в сказку своего народа, в которой фигурируют действующие лица моего народа, чем в какую-то чуждую сказку. О каком возрождении может идти речь, если на самом основном, ментальном уровне, культурном, мы, как говорится, не имеем возможности воспитывать наших детей, наше поколение в наших традициях, как должно. То есть у нас кругом идет подмена понятий, поэтому надо возрождать вот исконное наше, и если мы вот действительно поймем, что в этом сила, как вот ты правильно говоришь, что не хватает у людей информации, люди не понимают многого, живут, ну, не живут, я даже сказал, существуют, думают, что живут, но фактически существуют. А вот если, как говорится, все бы задумались и поняли бы хотя бы одну десятую того, о чем мы сейчас говорим, ну, наверное, мир бы преобразился бы очень быстро и стремительно. Но такое вот наше мнение и мое личное. Причем все равно изначально, хочешь не хочешь, прежде чем что-то делать, необходимо понимать, для чего ты что-то собираешься делать. То есть необходимо иметь какую-то цель, какой-то маршрут, следование и так далее и тому подобное. Получается, в любом случае, прежде чем мы начнем объединяться с какими-то людьми, которые гуляют по улице, мы должны им растолковать, что это такое, что это за славянство, какие корни, откуда взялось, чтобы у них хотя бы сложилось правильное представление. То есть, к чему я веду, все равно мы должны так или иначе разворачиваться в марше с точки зрения информационного донесения. Конечно. И поэтому славянское радио нам в помощь. Но я хочу еще добавить, что тут надо, как сказать, к вопросу нужно относиться серьезно. Вот смотрите, у нас сейчас, я имею в виду у всех нас, вот единомышленников, как бы так скажем, национал-патриотов, выступающих с позиции действительно своего народа, наших традиций, культуры, именно с конструктивных позиций. Чего нам, как говорится, не хватает? Нам не хватает много чего. Ресурсы, информационной поддержки. Мы фактически, ну, такой, скажем, партизанский отряд, грубо говоря, по сравнению, там, как говорится, с возможностями наших неприятелей. Но это не значит, что это плохо. Вот вспомним, например, как скифы, то есть наши предки-славяне, как они всегда побеждали. И, в общем-то, это наш козырь, и ничего тут не надо бояться, и все это естественно, все нормально. Вот тут главное просто друг друга дополнять. Вот, поэтому, с одной стороны, ты правильно говоришь, должна быть информационная поддержка, то есть нужно возрождать нашу традицию, культуру, чтобы люди задумывались, кто они, что они, для чего они. Ну, все то, о чем мы сейчас говорили, не буду повторяться. Вот, с другой стороны, вот есть фактически вот наше движение международное, есть какие-то другие организации, более какие-то, может быть, может крупнее, может меньше, не знаю. Хотя, честно говоря, более крупного, чем наше движение, вот именно в рамках родноверческого общественно-политического движения, ну, пожалуй, нет. Я, по крайней мере, не слышал совершенно. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят. Вот, буду рад посотрудничать, если есть такие организации или какие-то общества. Вот, поэтому нужно идти на всех направлениях, безусловно. И вот тут задача какая. Многие вот спрашивают, а чем я могу быть полезен? Да чем ты можешь быть полезен? Чем ты живешь, тем ты и полезен. Вот если человек, например, занимается тем, чем он занимается, тренирует детей, например, рукопашному бою, или, например, учит игре на музыкальных, духовых, каких-то там прочих инструментах, да? Вот. Хорошо. Ну, так, пожалуйста, так ты можешь свои услуги предложить в своем городе, объединившись с единомышленниками, и ты что-то свое дашь, другие люди свое, где-то какие-то акции, мероприятия. Ну, то есть, в любом случае, прежде всего, должна быть и организация на местах в плане связи по телефону, соцсети, реальное общение, какая-то, еще раз повторяю, стратегия совместного развития на месяц, там, на полугодие, на год. То есть, чтобы люди понимали, к чему они идут. А путь в целом должен идти в рамках вот тех идей, о которых мы говорим. Я еще раз повторяю, надо создавать не какую-то сугубо там, вот у нас движение конкретное, вот движение, да, вот оно и есть. Но при всем этом мы не зацикливаемся на бюрократии, потому что мы отлично понимаем, что либо идея укоренится, и вот эти идеи движения овладеют умами людей, и тогда все люди фактически станут частью этого движения, а движение это станет жизнью повседневных людей. Тогда это будет победа. А если это, как говорится, победа отдельной каких-то организаций, партий или еще чего, ну, это в любом случае на какой-то период времени, как правило, недолгий. Вот, а потом все это заканчивается. Но это не наша цель. Наша цель действительно вот возродить то, о чем мы говорим. И возродив это, я не сомневаюсь, это уже не умрет. И надо охранять это, надо бороться за это. Вот, поэтому если нам удастся это возродить, я уверен, нам удастся это возродить. Вопрос времени и вопрос, как говорится, жертв. Вот, тем не менее, в любом случае, тогда вот и начнется реальное национальное пробуждение. То есть пробуждение национального самосознания. Вот так я бы правильно сказал. То есть в чем проблема сейчас вот номер один, если вот ты вот сказал информационно. Да, информационно, нехватка информации. Вот. Но это, как скажем, такой фактор. А реальная проблема – это в отсутствии у большинства людей национального самосознания. То есть люди не понимают, кто они, зачем они, что они, для чего они. И отсюда у них нет ни гордости за себя, ни за своих предков, ни за своих родственников. Ни осознания того, что они живут на этой земле, полятой кровью наших предков. И у них нет вот этого понимания. Вот у меня есть, у тебя есть, есть у других людей. Вот наши слушатели, наверное, сейчас, я надеюсь, что так и есть. У многих, многих, многих других людей. Я уверен, процесс возрождения сейчас идет. Русь возрождается, реально возрождается. Если еще 10 лет назад это только начиналось, то сейчас это уже, я уверен, не остановить. И в какой-то степени даже, чем больше там где-то кого-то пытаются притеснять и прочее, это даже хорошо, потому что это только ускоряет процесс привлечения к нам внимания и пробуждения. То есть, в принципе, любая борьба нас только закаляет и укрепляет. А победа в любом случае, я считаю, будет за нами, потому что наше дело правое. И как руте не верти, истина, она за нами. Поэтому, собственно говоря, и пытаются всячески нас в такую информационную блокаду загнать, потому что отлично понимают, что если мы начнем говорить на федеральных каналах, то, о чем мы сейчас говорим на твоем радио, то, конечно же, процесс возрождения пойдет гигантскими шагами быстрее. И, конечно же, они этого боятся, и противопоставить им будет нечем, кроме своей вот этой капиталистической, лжепатриотической системы, которая настроена только на паразитизм и эксплуатацию отдельными власть имущими других. Вот и все. Я не хочу сказать, что все равны. Нет, все равны никогда не были и не будут. Я противник коммунизма, это утопия и бред. Но вот социальная справедливость – это другое, это должно быть. То есть люди не могут быть от природы равны, но у людей могут быть равные возможности. То есть я считаю, что хоть сын президента, хоть какого-то крестьянина, он одинаково должен иметь возможность поступить в университет, получить работу нормальную в соответствии со своим образованием. Ну, вот как-то так. Ну, ладно, я прошу прощения, может быть, немножко затягиваю свои ответы. Но стараюсь максимально развернуть, чтобы людям было понятнее, интереснее. И сразу хочу сказать, если вот у кого-то будет интерес какой-то в дальнейшем, то можно в Гугле или в Яндексе набирать «Славянское объединение и возрождение». Вот прям так и набирать, «Организация». Там у нас есть социальные группы наши, сайт наш, Ютуб наш. Есть сайт наш английскими буквами oosoft.org. Там есть основная наша информация. Ну, либо вот через Алексея Орлова, я думаю, он тоже, если подскажет, как нас найти. То есть пишите, обращайтесь. Будем рады какому-то сотрудничеству, взаимопониманию. Приглашаем в наши ряды, готовы обсудить какие-то возможные совместные акции, мероприятия. Ну, в любом случае приглашаем к объединению, призываем к объединению. Есть такое высказывание, которое мне очень нравится. Даже самая величайшая идея, которая не донесена до человеческого мозга, через уши, через зрение и через другие органы чувств, она ничтожна. То есть что есть она, что ее нет. Поэтому в наше время сейчас, прежде чем что-то, опять же, вот я вокруг своего всего вращаюсь, прежде чем что-то там начинать делать, необходимо разобраться, что вы делаете, для чего вы делаете, куда вы призываете и так далее. Все, что ты говоришь, это называется державный образ мировоззрения, мироустройства и так далее. Но если у нас большинство людей не знают этого мироустройства, то тогда их в различные так называемые измы очень легко спихнуть. Феодализм, анархизм, анархизм, капитализм, социализм, коммунизм и так далее. То есть отдельно какие-то вырванные из общего единого кристалла грани, развернутые до уже извращения огромного. Они уже за рамки возможного выходят. Где-то больше вот это, где-то там меньше что-то. Такие уродцы отдельные ходят. У одного вот эта рука, как у краба, клешня, а другая усохла, у другого наоборот вот это. У кого-то ухо там чуть ли не до земли, а у кого-то вообще там у этого уха нет и так далее. То есть уродцы. А наша задача построить правильное общество сбалансированное. Вот это как раз есть державный подход. Когда всё сбалансировано, учтено природа, знания, естество и то наследие, которое нам осталось, которое для каждого народа, который в державе живёт, учитывает его генетические особенности, даёт каждому человеку не быть равными, как ты говоришь, с точки зрения. Ну вот все равны. Мужчина, женщина ничего равны. Нет, они же, естественно, отличаются. У каждого спорта должна быть задача в этом мире. Но при этом мы должны, мы должны, вот слово должны, долг перед родом, дать каждому возможность проявить себя с точки зрения того, для чего он пришёл на эту землю, чтобы он развился и так далее. Вот это державный подход, который отличается от цивилизационного. И исходя из этого, естественно, что прежде чем кого-то приглашать в объединение, необходимо сначала что-то до него доносить. И опять же мы возвращаемся к тому, что надо информировать, приглашать. Поэтому вот ты когда говорил, вот нас, к счастью, а может, к сожалению, слушают только те, которые готовы. Да это не совсем так. Если человек услышал и слова ему легли на сердце, он другому человеку, который, может быть, далёк ещё пока от этих мировоззренческих устоев, даст послушать эту передачу, тот послушает и скажет, слушайте, а вот на самом деле здесь что-то есть. То есть это и выгодно, это и правильно, и по совести. Я хочу так жить. То есть я хочу строить ту самую нашу державу по нашим поконам, нашим устоям и так далее. И мы начнём объединяться. Поэтому изначально, сначала мысль, превращённая в слово, донесённая, чтобы эта мысль укоренилась у другого человека. И уже на основе вот этих взаимосвязей рождается объединение. И ещё один вопрос перед второй частью, когда мы перейдём уже к этому вопросу. «Национализм», ты очень часто употребляешь слово «национализм», ну или «народничество» стал говорить. «Народничество» мало, понятно, кому. А вот «национализм» очень многие слышат. И, как правило, слышат это с позиции такой. «Национализм равно нацизм». И вот этим всех пугает. Вот те националисты, они сделали вот это. Вон те националисты. А показывают нацистов. То есть реальных нацистов, которые уничтожают. То есть перевернули, заменили термин. И всем вот как раз через то, что я говорю, через средства масс-информации, то есть идею эту в уши вкладывают, все уши развесили. Ой, как здорово, ой, хороши. Фашисты типа того, да? Вот в чём разница между национализмом и нацизмом? Национализм – это любовь к своему народу. А нацизм, в принципе, это можно в какой-то степени считать и синонимом слова «шовинизм». Хотя не совсем, но можно считать. Это когда одна нация уже начинает, значит, себя ставить выше другой и эксплуатировать её фактически. Ну, либо не только там даже эксплуатировать, а всячески давить, всячески как-то принижать. То есть вот это нацизм. Ещё раз говорю. А национализм – это любовь к своему народу. А национал-патриотизм, мне это слово как-то кажется более ёмким и менее раздражающим слух неподготовленного обывателя. И в то же время в нём сочетается и любовь к родине, к земле нашей, то есть патриотизм, и любовь к нашему народу. И вот ещё хочу сказать по поводу национализма. Каждый, каждый из нас здесь, в этом мире, он свою мать и своих детей, он любит больше, чем чужую или чем чужих детей. Но это абсолютно не значит, что он ненавидит или как-то презирает, или испытывает хоть какие-либо незначительные негативные чувства в адрес другой, там, чьей-то матери или других детей. Вовсе нет. Он тоже, может, даже в большинстве случаев люди испытывают чисто по-человеческой симпатию к нормальным женщинам адекватным, которые действительно женщины, к матерям, многодетным матерям тем более, к маленьким детям, которые действительно ведут себя как нормальные дети, а не вот это современное поколение пепси. То есть абсолютно нет никакого злого умысла в этом. Поэтому национализм – это и есть любовь к своей матери, любовь к своему народу, к своей земле. Ведь что такое национализм? Это люби свою семью, люби свой род, люби свой народ. Это не значит, что ты не люби какой-то другой народ. Этого нет. Это вот в нацизме, это есть, да, в шовинизме. То есть вот вся идея, вот взять, например, ну не знаю, может, сейчас кого-то обижу, но вот взять, например, вопрос украинского национализма. Я русский человек, у меня все корни с России, но я волею судеб родился при Советском Союзе еще в Севастополе. И долгое время, ну всю свою жизнь, жил при Украине, знаю, каково здесь было и что. Так вот я хочу сказать, вся идея украинского национализма, она построена прежде всего не на любви к своей нации. Потому что у них получается все это, к сожалению, немного вот искусственно, а потому не хватает для любви. Поэтому вся у них идея настроена прежде всего на ненависти к чему. То есть должна быть объединяющая идея для нации. Какая? Для народа. Вот у них эта ненависть к чему? Ко всему русскому, к России. Вот это вот настоящий такой богий пример якобы национализма, а фактически нацизма. А национализм это только и прежде всего любовь к своему народу, к любовь к своей культуре, к своим традициям. И я хочу сказать сразу, что я ни в коем случае не хочу обидеть никаких украинцев, нормальных, адекватных малоросов. Я считаю, что малоросы, белоросы и великоросы это один народ, русичи, славяне. И для меня тут нет никакой разницы, лично для меня. Да, есть какая-то у нас, может, на 10% разница, где-то немножко в говоре, где-то в культуре, чуть-чуть. Но в любом случае мы как три ветки одного дерева. И это отрицать просто, ну, абсурдно. И вот та ситуация, которая сейчас на Украине произошла, многие тоже пытаются в этом объединить Россию, там, власть нашу или еще кого. Но все это глупость. Я отлично знаю и видел, что происходило на Майдане. Это, конечно же, все было спланировано извне, из-за границы, Америка, Запад, с целью дестабилизации славянского мира, русского мира. Это однозначно. Вот, кстати, по поводу русский мир. Мы выступаем с позиции не просто русского мира, а русско-славянского мира. Почему? Потому что мы выступаем именно за объединение не только русских людей, но и всех славян, и не только славян, вокруг Руси, единой Руси великой. Поэтому национализм, это ничего плохого в этом слове нет. И, к сожалению, просто вот благодаря вот этой вот интернациональной, политике, которую проводили при коммунистах, а что проводили при советской... Я не хочу, опять-таки, Советский Союз полностью очернять. Там тоже было что-то позитивное. Вот. И много чего было позитивного. Но был негатив. Вот, в частности, негатив что? Вот, например, вот эта идея интернационала. Я, например, не против других народов. Абсолютно. Я готов со всеми народами сотрудничать и совместно строить какие-то дипломатические отношения. Я считаю, что Россия должна выстраивать со всеми народами дружеские дипломатические отношения. Если, конечно, те народы этого хотят. Но прежде всего надо руководствоваться принципами наших национальных интересов. Национальных, я имею в виду, в широком смысле не только там русского народа, но и других коренных народов, проживающих в России. То есть, чтобы прежде всего нам было хорошо, а не за счет нас кормить весь мир и потом, чтобы нам еще и плевали и говорили, а вот какие мы плохие, значит, фашисты, агрессоры и прочее. Поэтому еще раз говорю, нормальное, здоровое стремление любить свой народ, свою нацию, свой род, свою землю, это ничего плохого в этом нет. А действительно, ты абсолютно, Алексей, прав. Средства массовой дезинформации, они как раз-таки все это искажают, показывают, значит, молодых людей с неокрепшими мозгами, которых подсаживают, к сожалению, зачастую удачно подсаживают на вот эти вот радикальные идеи, которые не несут ничего конструктивного, которые, наоборот, настроены на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России. И фактически потом это же и показывают. Вот посмотрите, какие вот они националисты. Хотя это не националисты вовсе, а это обычные субкультурщики. Это даже не нацисты. Это просто субкультурщики. И возглавляющие их провокаторы, которые фактически всю эту идею заводят в тупик и в болото, показывая обществу, вот смотрите, какие они страшные. То есть это все проект. В общем, другими словами, чтобы так длинную речь подвести, национализм – это любовь к своей нации, то есть к своему народу, к своему роду и желание улучшить свою нацию и свой род, свой народ, не ущемляя при этом другие народы, другие рода, другие национальности. А нацист – это тот, который хочет улучшения для своего рода народа за счет других национальностей, вплоть до их угнетения и уничтожения. Вот это вот основное отличие национальностей. Ну, то есть фактически, я бы сказал, паразитизм. Да, да. Хорошо. Давай уже сейчас перейдем ко второй части. Я запускаю небольшую отбивку. И во второй части мы уже повстречаемся с нашими радиослушателями и зрителями и поотвечаем на вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио. Сайт slavradio.org Там ищите слово «чат». И на нашем канале в Ютубе youtube.com.slash.slavradio Значит, вопросы принимаем до того, как закончатся последние звуки музыкальной нашей отбивочки. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части.